Привет, друзья, с вами Медиаметрикс и программа «Мимо нот», которую сегодня ведут Евгений Додальф, Олег Дружбинский. Добрый вам всем солнечный день. И у нас сегодня в гостях знаменитейший продюсер рок-фестивалей, кинотавров и массы других замечательных мероприятий Маргий Григорьевич Руденштейн. Здравствуйте, Маргий Григорьевич. Приветствую. Продюсер с большой буквы. Продюсер с большой буквы. Я сегодня вас встречал, и я знал, что вот Маргий Григорьевич – это не совсем ваше отчество, потому что в некоторых, как вы выражаетесь, в некоторых сетях интернета упоминается, что вы Израилевич. Я вот думал, как вам лучше подойти, как вам лучше подходить, кстати? Ну, как подходить? Израилевич – это несчастье моё, потому что я вообще должен быть Марк Константинович. Нет, 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 там какой-то другой имя. Что-то я в интернете читал. Марк Константинович, ну просто Костя, по-еврейски, Касрыль. То есть ты Марк Касрыльевич? Я должен быть по документам Марк Касрыльевич. Но папа в 1949 году, когда Сталин признал государство Израиль, он от счастья, как истинный коммунист, поменял паспорт и стал Израилевич вместо Касрыльевича. А, вот так вот. Вот так вот. И я стал Марк Израилевичем. Когда в 1967 году я пришёл в армию, Израиль напал на Суэцкий канал, то надо мной, естественно, не могли не оторваться старики. И в армии меня так начали прессовать, что я с испугу начал речь, что я Марк Григорьевич, по дедушке. По дедушке. И так все привыкли, Марк Григорьевич, Марк Григорьевич. Но когда я иду в какое-нибудь правительственное учреждение, и меня подают документы на проход на Марк Григорьевич, то выясняется, что я Марк Григорьевич, и меня не пускают в эти правительства. Вот он, разгул антисемитизма. В чём проявляется антисемитизм, видимо, в Одессе. Вот такая история, милая. А вообще приходилось сталкиваться с антисемитизмом? Да, конечно. Даже в Одессе? Ну, я вам должен сказать, что меня до пятого класса в Одессе били за то, что я еврей. Так вы в Одессе все евреи. Вы знаете, я учился в школе, в которой был один еврей-директор школы. Не может быть. Маламед. В Одессе. Я как сегодня, один еврей на всю школу-директор. И он не мог меня защитить до пятого класса, пока не пришёл второгодник к нам с один Ройтенбург. Я говорю, что ты их боишься, давай организовывать свои банды. И он стал вас крышевать. Да, он стал меня крышевать. Он был гимнастом, между прочим, накачанным очень. Он начал меня крышевать. И мы организовали свою банду, которая кончилась в детской колонии. О! А я не знал, что в вашей биографии ещё в детской колонии. В детской колонии два месяца. Я знал, вот. Два месяца была слободская банда, молдаванская, центральная, центральная, ну, городская. И мы все встречались на Приморском бульваре, решали проблемы девочек, не девочек. Но это было на уровне 15 лет, поэтому проблема была, с той девочкой пошёл или не с той девочкой пошёл. И однажды мы сцепились в лунном пионерском парке, потому что по вечерам он был лунный, обычно он был пионерским парком. Понятно, да. С утра он был пионерским парком. И мы встретились, там вынули ножи, нас повязали. Ну, в общем-то, всех отпросили. А мой папа, ярый коммунист, сказал, виноват, вот сиди. И мне дали приличный год, и я ему через два... Потом он, а он всё-таки был директором магазина «Военная книга», в Одессе, в общем-то, пользовался каким-то авторитетом. И он пришёл ко мне, и я ему сказал, что если ты меня отсюда не заберёшь, я стану настоящим бандитом. Правильно. Да, и он меня забрал через два месяца. И я заработал там 48 рублей. Надо сказать, что это 48 рублей после рехорума Хрущёвской вместо четырёх тысяч, когда обтрезали нули. И это были приличные деньги. А на чём же заработали? А работал там что-то, вязали там, клепали. Да, и мне дали. И эти деньги случайно оказались у меня в кармане. Ну, когда меня освободили, там вещи там, то всё. И эти деньги оказались у меня в кармане. Он гордо шёл впереди, мой отец, считая, что он меня облагодетельствовал. И когда мы подошли к трамваю, он, не оглядывая, сел в трамвай и уехал домой. А я не сел в трамвай. Сел в автобус и ехал в город Николаев настроить. И устроился судосборить. Ну, там можно рассказать, почему Николаев там. Дядя друга работал начальником цеха 16-го, который строил авиаматку, крейсер Москва, который сегодня ходит. Я строил крейсер Москва на минуточку. И сам Горшков, и я стоял рядом с министром флота Горшковым. И когда разбивалась бутылка в этот крейсер, да. Ну, я уехал в Николаевск и больше никогда не вернулся домой уже. Вот такой был поворот. То есть, вот этот стальной характер и хватка, и, соответственно, умение организовать поступление денежных потоков у вас появились в 15 лет. Нет, никаких. Вот вы знаете, что я не умел организовывать. К тому, что я делал, а делал я довольно шикарные вещи, с точки зрения продюсерской. То я не умел особенно деньги привлекать. Я как-то был, ну, как вам объяснить, это можно назвать щепачеством. Ну, в каком смысле? Я вот в Кинотавр сделал на бандитские деньги. Я им приходил к ним и говорил, ну, что вам, жалко оторвать миллиончик, чтобы ваши дети поездили на фестиваль в Кинотавр. Это же 90-х, надо учесть, тут начало 90-х, когда все деньги были у них, другие деньги. Вообще в стране не было там автомобильный банк. Азох, как говорится, Азохин, автомобильный банк. В основном для отмыла денег. Да. И они давали, вот из таких вот миллиончик, 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 они давали вот для того, чтобы самим посидеть. Конечно, что меня потрясает в Руденштейне, что вот он очень откровенно. Мы все знаем, кто пытался делать бизнес в 90-х, в медийке, в кино, что деньги были только бандитские. Но все почему-то об этом предпочитают. Скромно умалчивать. И я, конечно, вот откровенность Руденштейна, она его и подводила много раз. Наверное, она меня подводила. Но я не могу сказать, что она меня подводила. Вот я, например, недавно встретился с подвольскими тварями. Теперь на другой теме. Они финансируют теннис, а мой внук играет в теннис. И ихний игрок встречался в финале с моим внуком. Он проиграл. Я сказал, что бы вам не подфинансировать. Тоже подольский товарищ, тоже начинал в подольский играть. А так подольский рок-фестиваль знаменитый. Самый, собственно, первый такой. Ну, конечно. Это ведь тоже на бандитские деньги разве? Это же был Советский Союз еще. Это комсомольские деньги были. Это вообще не комсомольские деньги, не бандитские деньги. Это чистые деньги. Мы продали. Мы, когда мы говорили... Вот мы, это я и еще один парень, который, он знал, все, что связано с рок-группами. Он собирал рок-группы. Петя его звали. Вот, вспомнил. Петя его звали. А я организовывал профессиональную часть. Это билеты, продажи. И здесь ни копейки, ни государства, никого не было. Мы продали четыре... Это можно сказать стадиона. Не четыре, шесть. Шесть, восемь. Восемь концертов. Зал на четыре с половиной тысячи мест. И когда мы все это объявили, и приехали в Царицыно продавать билеты в первый день, мы не могли продать билеты. Потому что нас сдавили автобус так, вот все приехали получать эти билеты, что я вынужден был отдать паспорт, часы и обещать им, что я приеду завтра на это же место. Только умоляю вас, организуйте продажу билетов. Ну, в смысле, чтобы можно было продать билеты. И мы приехали на следующий день, и они организовали очередь, и мы продали все шесть концертов, ну, в то время за немалые деньги, за три рубля. Я правильно понимаю, это 87-й год был. Это 87-й год, да. Это были там стипенки, 40 рублей там, и в московском там 65 рублей зарплата была. Да, кстати, московский комсомолец в лице Паши Гусева вначале поддержал наше мероприятие, но когда за три дня вдруг до них дошло, до горкомов, комсомола, обкомов, как это можно, кто это организовал все? А комсомолец уже напечатал заметку, что будет такой фестиваль, это же начало свободы было, но не совсем. И, конечно, Паша струсил все это дело, быстро сообщение, что никакого фестиваля не будет в концоволке, и началось. Они отменили все, но билеты были проданы полностью. И я им объяснял, что вы не сможете справиться с этой толпой, что легче провести фестиваль, чем его отменить, да. И тогда им ничего не пришлось, как вызвать Держинскую дивизию. Но все равно все разнесли, электрички, все. Но нам удалось сдержать самим Держинская дивизия, она стояла только вот вокруг. Хорошо, опять же, когда вы говорите нам самим, вам и мальчику Пете, кому? Да, нам и мальчику Пете, ну, помощники мои по Зеленому театру в этом, в Пушкин, ну, в Подольске, Зеленый театр. Зеленая эстрада она, по-моему. Да, Зеленая эстрада, да, она по сей день стоит, да. И вот своими силами нам пришлось отбиваться от этих идиотов-журналистов, извините. А, это это, вот за это спасибо. Дело в том, что я им объяснял, мы же для вас это сделали, ну, дайте провести, не обостряйте обстановку. Они начинали в то время, это же начало всех криков, выкрикивания на, выскакивали на сцену, провокационные крики, ну, короче, они нам доставили столько хлопот. Это журналисты. Журналисты, да. Я выставлю свои пять копейков, Андрей Васильев, культ-культовый, журналист, главный редактор. Коммерсант. Коммерсант и прочее тогда, не знаю, работали тогда в МК, я помню, что мы за кулисами, на второй день они сказали, так не годится, второй день нет никакого скандала, надо что-то делать. Нет, я отвечаю просто. Я их умолял, и с этими с рокерами была тоже головная боль, тот интерес, который у меня был, для меня это было знакомство с роком. Причём оно было очень сильным, я хотел познакомиться. Марк Григорьевич, но вы ведь и до 87-го года занимались продюрсерством, была группа «Здравствуй, песни». Нет, нет, всё началось не так. У меня была в 79-м году, я пришёл в Росконцерт и взял группу болгарской певицы Стоянки Николовой. Она была из армии болгарской, где-то из самодеятельности армейской, она где-то спела «Белеет ли в поле Пороша», и очень понравилась, и очень понравилась «Фурцева». А так самодеятельность, самое настоящее ей было. 42 года она мечтала, она косила под Лайзу Миннелли, да, хотела петь, или под Лили Иванову там. Тоже смешно. Да, тоже смешно, да. И я взял эту группу, но слава богу, её быстро, я её умолял всё время не танцевать во время своих песен, потому что я говорю, ну смешно, она толстушка, а она всё равно танцевала, и, кстати, кончилась тем, что её уронил танцор, и она на сцене Запорожской филармонии на всю сцену сказала, бей, ты что, не можешь удержать меня? Это услышали все сотрудники филармонии, нас сняли, и её сняли навсегда с концертной деятельности. И вот тогда я перешёл директором эстрадных программ. Я, это было даже не продюсерство, потому что мне давали готовые программы, машина времени, но это не значит, что в чистом виде. Машина времени имела право только на одно отделение. Надо было собирать программу, надо было к Винокуру, к Лещенко, к Лаймы Вайкуле там. Вот я занимался этим. А «Здравствуй!» песня была как раз в тот период, когда началось уголовное дело. И, кстати, руководитель «Здравствуй!» песни Хаславский Аркаша уже сидел в тюрьме. Его посадили в тюрьму за дипломы, которые он купил там своим аркистантам. И его увезли на этап. И вот в это время я был недолго… Это не продюсерство, это администраторство. Да, понятно. Потому что продюсерства не было как такового. Продюсерство можно назвать организацию рок-фестиваля, потому что все деньги, которые мы заработали, ушли на зарплаты артистам, на организацию концертов, аппаратуры, покупку, всё. И на зарплату тем, кто всё это организовывал. Кстати, это были немаленькие деньги. Вообще, в то время наверняка можно было заработать неплохо, потому что ведь организация так называемых левых концертов, она ведь всё равно существовала, правильно? Ну, это я могу рассказать отдельно. Да, у вас такая богатая биография. Да, потому что… Так и как начинали вот эти музыканты? Вообще, поскольку у нас программа хоть и мимо нот, но всё-таки обузыки, как они начинали, сколько они зарабатывали, как вообще эта вся история развивалась? Я могу сказать, что они не так… Ну, опять не так много. Не так много с точки зрения сегодняшних цифр. И даже уже, правда, стало и здесь уже их подрезали. Но они зарабатывали. Ну, вот, например, Шевчук приезжал со своим коллективом, он получал 500 рублей. Это в каком году? Это в 1987 году. Он получал на весь коллектив 500 рублей. Это не так много. Не себе только. Нет, это вот 500 рублей, но он, наверное, себе брал 200. Это же большие деньги. Жванецкий получал у меня 500 рублей. Сольный концерт с Розенбаумом. Сольный концерт 500 рублей. С другой стороны, это месячный оклад генерала и академии. Да, это надо понимать, что это в то время Жванецкий, так как Розенбаума через Жванецкого я получил, то Жванецкий хвастался, ты, наверное, впервые работаешь за 500 рублей. И Розенбаум говорил, да, я впервые работаю за 500 рублей. Скажите, а ведь там были какие-то жесткие ставки, если я помню, в советское время, там, ставка, там, народного артиста, заслуженного, того, сего, там, 12 рублей, 8, то есть 500 рублей это законно было платить? Нет, абсолютно, да, абсолютно. Вы же знаете, я могу рассказать точно ставки. 17 рублей высшая ставка, двойной концерт во дворце спорта 17 рублей на 2,34 рубля, плюс мастерство, там, Лещенко, Пугачёва, их там штук 5-6 всего было, 48 рублей это был потолок за концерт, они за эти деньги не хотели работать. И вот ради этого мы вынуждены были крутиться, и делалось так, набиралось 10 звезд, например, в афишу, и в последний момент объявлялось, что в связи с тем, что он заболел там Боярдский, или кто, неважно кто, можно сдать билеты обратно, хотя перечень других звезд был такой, что никто не собирался сдавать эти билеты, но это давало возможность сделать вид, что сдавались билеты, и целая трибуна, ну, я, к примеру, говорю, там, на тысячу мест по 3 рубля, как будто бы билеты вернули обратно, их составлял собак об их сжигании, и вот это было дополнительной зарплатой артистов, администраторов. А как бы левые билеты продавались, соответственно, на эту трибуну? Они были проданы, вообще, всё было продано, но сообщалось сначала, что отменился Боярдский, и как будто бы сдавались билеты обратно, ну, кто хотел, например, только Боярдского. И выдавались под это деньги, соответственно. Да, да, билеты, нет, деньги освобождались. Освобождались. Освобождались, да, ну, понятно. Они же были, где деньги получены. Они были получены. Но они не кассировались. Да, понятно, понятно. То есть, мы обратно принимаем билеты, как бы отдаём за них деньги, а потом эти деньги артистам... Вот эти же деньги, да, вот, даже Гусинский у меня сжигал, с мешком ходил. А он-то что, в каком качестве? Администратор, он же закончил... Да, Владимир Гусинский, да? Сам Гусинский, когда-то был... Надо учесть, что он закончил же... Дитис, я не знаю, какой Дитис? Ошибаешься. Институт культуры, массовых зрелищ... Они с Минкиным как-то... Массовых зрелищ и представлений он закончил. И одно время подрабатывал администратором. Это уж потом он стал... Как они стали банкирами, это одному богу известно. Вы не стали банкирами. Но схема с билетами, видимо, работает до сих пор. Хотя схемы были те же самые. Да, хотя схемы были... Ну, стали банкирами, молодцы. Ну, потому что с чекистами нашли общий язык. У Гусинский-то он, понятно... Да, у него, по-моему, Бобков... Бобков, да, глава 5-го управления, он занимался не только безопасностью. Поэтому вам чекисты не доверили никаких денег, только бандиты доверяли. Маргарин Гусинский. Вот я знаю, что у вас был целый период в жизни, когда вы были под следствием, там, начиная с 82-го года, и вот, наверное, до фестиваля, до 87-го, да, вот эта вся история... Нет, наоборот. Ну, как, здесь все смешалось. Я был под следствием, потом, ну, вроде бы, тюремный срок должен был. Это по делу Росконцерта, да? По делу Росконцерта. Да. По делу Росконцерта с 82-го года я был под следствием. По 86-й, 4-й год. В этот момент мы организовали до Центра досуга Подмосковья. Их было два, Лисовского, рекорд, и Подмосковья, Руденштейна. И артисты бегали к то, где больше платят. Или к Лисовскому, или ко мне. Он, конечно, побеждал в этом соревновании. Он платил больше, и поэтому... Две трибуны. Вот этот Центр досуга Подмосковья и существовал в тот период, когда я был под следствием, 4 года. Вот с 82-го по 87-й. Я рассказывал, что если бы следствие в тот момент накопало, что бы делали в этом Центре досуга, то я бы же пошёл под расстрельную статью, а не под хищение в особо крупных размерах. Подождите секундочку, но у вас... Я же правильно понимаю, что это вы просто по лезвию шли, да? То есть вас в любой момент могли прослушать, задержать. Вот у вас деньги в руках, и в этот момент вас берут с этой пачкой денег, и всё. Всё беда в том, что к этому делу хоть... И относились серьёзно. Такой следователь Мысловский был. Евгений Мысловский, я знаю. Евгений Мысловский, да. Старший следователь по особо важным делам. Генеральной прокуратуры СССР. Их двое было. Паршиков и Мысловский. Важняк. Важняк, да. Он всё-таки понимал, что это не главное дело в стране. Что в это же время дело шло. Хлопковое дело шло. Кстати, нас допрашивали буквально в соседних кабинетах. Глянц сидел, допрашивал министров сельского хозяйства, там, хлопкоробов. А Мысловский допрашивал артистов, администраторов. Потому что взяли всех. От Аллы Борисовны до самого последнего. Так, и Пугачёва тоже была? Не Аллы Борисовны до самого, а её директора. Всех взяли. А кто был её директором? Цванг. Взяли и всем дали сроки. Я один... В общем, за вот эти левые концерты. За левые концерты, за сжигание билетов, за всё. В общем, мы туда набросали всё. Я был последний в этой когорте, который последнего осудили. И это, слава богу, потому что я бы уже сидел пару лет. Потому что наступил год Горбачёва, и когда началось... Ну, там было что-то 10-11 месяцев, да, у вас получилось? Да, 11 месяцев. 11 месяцев я сидел, ждал. Мне всегда было интересно. Вот мы беседовали с Олегом, с Гройсманом Дмитрием, продюсером Гарика Сукачёва и Чаев. Меня всегда поражает, что как вот продюсер... Вчера, кстати, умер Джордж Мартин, продюсер Битлз. Вот, допустим, он был таким продюсером, который проникался музыкой коллектива. А вот вы занимались музыкантами, исходя только из цифр. Вам неинтересно было, как Эрзенбаум поёт, или как «Машина времени» поёт? Или вам это было интересно? Вы же роком не интересовались до проведения рок-фестиваля? Я правильно понимаю? Я не интересовался роком, потому что в детстве у меня не было магнитофона, и я не слушал Битлз. Хорошо. А что вы слушали? Возможно, я бы слушал. Когда я начал слушать, то это, конечно, только советский рок, и поэтому я очень проникался и «Машина времени». То есть нравилось? Да, мне очень нравилось и «Бутусов», и «Чайфэ». Ну, короче говоря, мне очень это нравилось, но мне, опять, у меня не было магнитофона, я не влесел на ушах, чтобы всё время это слушать. Поэтому тот интерес, который у меня был, я решил удовлетворить созданием вот этого рок-фестиваля. Кстати, я рассчитывал, что это будет ежегодный фестиваль, но когда мы провели этот фестиваль и в следующем году провели второй, то интерес настолько спал, хотя и Шевчук был, и всё. А на первом фестивале ведь были, насколько я помню, да? Шевчук тот же был, да? Да, тот же Шевчук. Нет, все, все были. То есть 20 звёзд из всех времён. Эстонские группы, вообще, самое серьёзное жюри было на высшего класса, которое здесь решало. Это вообще был колосс... Мне больше нравится этот фестиваль, чем кинотавр. Это вот такой Вудстек наш. Да, вот так его, кстати, зарубежная пресса так его и назвала, советский Вудстек, да. Поэтому мне уже нравилось. Но после того, что я пережил, организовывая этот концерт, то, конечно, мой интерес превысил то содержание, которое было вне музыки. Хорошо. Ну, а как вот к вашей инициативе относились такие заслуженные деятели шоу-бизнеса и рок-движения, которые специализировались на проведении таких мероприятий, как, допустим, Стас Намин? Вот Намин же, он же был позиционирован как главный организатор такого рода мероприятий. Вы знакомы были? Да, мы знакомы, мы очень хорошо были знакомы с Стасом, хотя в последнее время мы уже поругались, ну, это из-за киношных дел. Ну, почти вот недавно помирились и улыбнулись, и больше друг друга не держим. Но у Стаса не пошел фестиваль, ему запретили, и он не состоялся. А у меня проскочил, ведь то же самое могло случиться со мной, ну, при мне они, уж действительно власть танки, направь танки в Подольск, не пускать всех. Как я проскочил, я по сей день не знаю, для меня это загадка, потому что ни у кого не получилось. А на следующий год уже никого это не интересовало. Вот что... Удивительно, надо попасть в точку времени и места. В точку времени, вот 87-й год был последним, когда это все проскочило и вызвало, ну, не просто жата, а просто, ну, сумасшествие было. Поэтому я считаю, что я это делал из любви к руку, но после этого любовь прошла. И деньги заодно вместе с ней. Да, дело не в деньгах, дело было не в деньгах, но любовь просто прошла, и то, что они вытворяли, они разгромили санаторий, где я их посидел. Музыканты? Лучше. Ну, правильно, потому что это же рокеры. Да, лучше санаторий. Я попросил там, чуть ли не мэров, ну, не мэров тогда, мэров не было, первый секретарь горкома партии. Потом же меня вызвали снимать с работы в очередной раз. Когда они... Это умора. Когда 200 человек горкома партии сидело, один читал текст этих ребят. Тексты читал. Тексты, песен, что ли? Песен, да. И когда там в Калином мосте он доходил до слова «бля», все поворачивались в мою сторону. Говорили, да ну. И я тогда не выдержал, я говорю, у вас уже все в порядке, у вас больницы, библиотеки, дороги, питание, вы уже все решили, вам только надо сидеть 200 человек мужиков и этих ребят разбирать там по техникум. Марвий Иванович, а вот я так понимаю, что было разрешение, да, наверное, там, что там это называлось, инструктор по культуре, наверное, горкома партии. На три дня. Ну, разрешение было. А потом они кого-то, они отсеивали все-таки кого-то? Нет, они не отсеивали, они просто... А зачем они тогда слушали тексты вот эти, читали? Нет, это пришло... Дело в том, что когда вызвали Держинскую дивизию, то от первого обкома комсомола, всех секретарей партийных, московских, московских городских, московских, они всех заставили стоять там, потому что остановить было нельзя, и когда они слышали тексты там «Мой папа фашист». Это группа телевизор, да? Поэтому никто не разрешал этого дела. Просто московский комсомолец, а у нас привыкли еще тогда, в 87-м году, что если пресса пишет, то значит можно. И когда пресса написала, что вот такого-то числа в Подольске там в течение трех дней будет проходить, то все официально поняли, что что-то... Но потом до кого-то дошло. Там до Шапира, я не знаю, до кого дошло. А кем он был? Это по культуре ЦК КП. Это когда он отменял... Я помню, с машиной времени, когда я один раз организовал концерт, второй раз сольный. Тогда нельзя было сольный концерт. И третий раз, когда я организовал сольный концерт, и Макар должен был выехать на фестиваль чуть ли не в Монголию куда-то. Его еще никуда не выпускали. И он мне говорит, я... И запретили концерт машины в 4, 6 концертов машины времени запретили. И то же самое ситуация. Биткомп, все продано. И мне говорят, что надо идти к Шапира. Это последний выход. Потому что все. Запретили и конец. И директор филармонии московской в основном говорит, надо идти к Шапира. Я говорю, кто? Ну, Шапира... И я пробился к Шапира. Я зашел к нему и говорю, он, значит, такой длинный камер, знаете, вот как в кино иногда сейчас показывает, такой длинный камер, он где-то там сидит. Я зашел к нему в кабинет и говорю, я даже не знаю, что я говорил, я ему говорю, что, ну, вы поймите, что сейчас лучше провести, чем отменить. Он говорит, ну, и проводите. Я радостный. Думал, что он говорит, проводите. Но я ему говорю, ну, вы же запрещаете. Он говорит, партию не запрещает. Партия советует. Ай, прекрасно как. И все. И партия посоветовала. То есть он какую-то бумажку подписал? Они ничего не подписывали. Телефон и браво. Они ничего не подписывали. И Макар, который должен был взять на себя решение. Потому что они мне остановились, пожалуйста, выступайте. Партия. Так Макар испугался, что его не выпустят в Монголию. С концертами. И снял концерт. Это был первый должен был выезд Макара. Ну, поехал он с вами в Монголию. Подъехал, конечно. Счет. Но снял концерт. Вот так вот было. А вы общаетесь вообще с музыкантами с той поры? Я же помню, что музыкальный составляющий кинотавры, фестиваля, вы не занимались. По-моему, там какие-то у вас люди. Почему не занимался? Ну, все Макар, Разумбаумы, 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 да. Все перебывали на... У нас была такая культурная программа, фестиваль. Да, ну, не вы этим занимались. Как мне кажется. Как тебе объяснить? Диктаторство было присуще мне. Все-таки, да. И, конечно, через меня все решалось. Одного я любил. Одного я мог не любить. А, вот. Право вето было. Одного я мог не любить. Ну, такого право вето, кроме Кунашвили. Кунашвили, да. Тот еще музыкант. У меня не было. Ну, тот подвязается в музыке все время. Да. У меня не было. И, может, для этого уже со временем я не следил. А музыканты приезжали на кинотавры отдыхать или все-таки работали? Они работали. Они давали один концерт. Отдыхали две недели. Алла Борисовна и Филипп Киркоров. Ну, все были. Все были. Но я любил в основном больше... Я любил такие вечеринки. Долина, я имею в виду, не Лариса Долина, а Вероника. Вероника Долина. Барб. Вероника Долина, да. Она, кстати, и забеременела у нас на фестиваль. У нас очень много. Какие? У нас очень много детей в фестивале. Деликатные подробности. То есть, вот известный критик Антон Долин, он дитя кинотавры? Совершенно точно. У меня есть подозрение, что он дитя кинотавры. Не зря, что Марку Рибинштейну ЮНЕСКО выдало золотую медаль имени Федерико Перрини за вклад в развитие национального кино. Кстати, я был второй обладатель в мире этой медали, первый директор Каннского фестиваля, получил эту медаль. Я был второй, я хорошо с этим очень. Я был второй, кто получил эту медаль. И больше пока ее. Особенно никто не получал в нас в стране. Даже Никита Михалков за поддержку национального. Хилибатонов не получал эту медаль. Ну, вообще, это действительно круто. Вы же заслуженный работник культуры. Сейчас у вас уже есть это звание, правильно? Это засрак. Я знаю, как ее называют, но мы в эфире, поэтому не будем ее. То есть, вот вы после всех этих бытарств, следствий, осуждения, бесконечного прессинга вдруг раз, прошло несколько лет, и вы заслуженный работник культуры. Вы знаете, вот это все сработало на меня. Вот это осуждение, вот это, так сказать, несправедливый приговор. Я когда вышел, я был вроде такого, знаете, любимца. Диссидента такого. Такого любимца. Сон, жадится от сахара. Да, я организовывал концерты. Сначала это было уже в 87-м я вышел, в 88-м. Да, и с таким удовольствием ко мне, с Гвонецки, с Разумбаумом. Первый концерт, который я организовал, за три дня до этого меня посадили в тюрьму. Когда я вышел, они дали мою честь концерт. Когда я вышел, потому что первые они давали, уже зная, что я сижу в тюрьме, они говорили об этом со сцены. И как-то все пошло. У меня работал Киркоров, Добрынин. Все начинали в центре досуга Подмосковья. Потом уже это перенеслось, когда мы переехали в Москву, кинотаур. И наш офис был на Арбате. В доме актеров, если не согласен. В доме актера мы сидели, чуть ли не 25 лет мы там сидели. И поэтому как-то все сложилось. Вот тот шлейф, который был сзади тюремный, он помогал. Он помогал, в этом была какая-то, не знаю, вот человек перенес, вот человек вышел, вот человек добился. Ну вообще какой-то орел диссидентства, я тоже не знаю, экономического диссидентства. Экономического диссидентства, это вот точно. Экономического диссидентства. Потому что больших денег, ну никогда не было у кинотавра. Никогда. Нам давали, как мы крутились, нам давали меньше. Вот сейчас, там, Двороднянскому дают 60 миллионов. Я понимаю, что сейчас другие деньги, там другие, но если учесть то время, то нам давали еле-еле целый, там, 15 миллионов. Это даже не знаешь, когда-то было 500 тысяч долларов. А фестиваль стоил, там, 3 миллиона долларов. Росли учесть, что мы два раза рухнули в 98-м году дефолт и 94-м, черный вторник, когда он сказал, у нас в этот момент шел фестиваль. Я, кстати, помню. Да, у нас в этот момент шел фестиваль, когда он отпустил цены. И мы вот растаяли все накопления, которые у нас были, просто вот за 10 дней растаяли. Рубль доскочил сразу до 3 тысяч, там, и мы начали занимать у бандитов деньги. Под что? Это не под что. Вот не под что. И они потом меня вызывали, там, скажем, да, там какой-то Газпром, ну, не Газпром, одно из подразделений Газпрома, и давали там мне деньги. Они не давали мне деньги, они оплачивали, там, поезда, самолеты, переводили деньги. Потом они вызывали, такая сцена, например, мы сидим, они обедают, два, главное. И он мне так тихо говорит, ну что, Маргаринович, надо давать деньги, надо давать деньги. Я говорю, ну, я не могу, 300 тысяч долларов, примерно, я говорю, я не могу сейчас задать. Ну что, ну, убейте, ну, вам легче все-таки оставить меня в живых, чтобы я отдал эти деньги, чем убить. Но все равно как-то нехорошо, вы же не давали мне эти деньги. Вы сами приезжали на фестиваль, вы отдыхали с детьми, с семьей. И таких вариантов было несколько, когда уже тучи сгущались, будем говорить, ходили хмуро. Да, а потом же надо было все-таки отдавать, а кредиты по 275% не хотите, и еще из этого кредита, который тебе давали, надо было отблагодарить тех, кто их сделал. А как же выкрутиться в этой студии? Выкрутились. Как? Зарабатывали. У нас продажа путевок, ну, называется премиум класса, заканчивалась где-то в январе месяце. То есть за полгода до... За полгода до фестиваля мы продавали основной блок путевок. Это большие деньги, 5000 долларов стоило, там, 12 дней с полным комфортом, онклюзивно. 5000 долларов, мы в эти деньги становились оборотными деньгами. Потом мы продавали остальную часть денег. Ну, конечно, много жирало у нас, мы же привыкли, не привыкли, все же голодные еще были. С семьями, с папой, с мамой, с тетей, дядей. И нельзя отказать. А если откажешь, тут же наживешь врагов. Ну, вы же отказывали кому-то. Да, кому-то. Я помню. И тут же наживали врагов. Ни за что. Ну, невозможно всех привезти на фестиваль. Не в те номера оселили. А? Не в те номера оселили. А их других, а их вообще-то не было нормальных. То есть рок-музыканты, я помню, обижали. Обижались, конечно, но других номеров не было. Это гостиница «Жемчужина». И сейчас, в принципе, это ничего особенного, но все-таки ее отремонтировали и превратили в более-не-менее престижную гостиницу. Ну, поначалу это такой совочек был. Ой, Господи, глубокий совочек. Югославы строили, на самом деле. Это было в советские времена. Ялта, в Ялте, и «Жемчужина» – это проект «Игославский». Да, да я знаю, но я просто помню «Жемчужина» начала 90-х. Но когда они открылись, это было что-то… Для ЦК, это же было не только ЦК, туда проход был. Я помню, у меня первый раз Мартемьянов, комсомольский секретарь сборных там советских по спорту, привёл выпить в бар. Что-то проход был такой, что я потом, когда посмотрел, а потом буквально через два года я пришёл в эту гостиницу договариваться насчёт проживания. Ну, фестиваль, первое время, наверное, директор гостиницы что-то. Он закрывал пляж в семь часов, граница. Враг не пройдёт. На самый интересный, на первый год. Но на второй год, когда мы приехали, он меня пригласил, говорит, я тебя вечером отведу. Нас на театр-ресторан. Я говорю, а что такое? И он меня привёл. Тихо. Там только четыре человека сидело, стриптиз. Московские девочки. Это секретарь горкома партии по идеологии был. Директор гостиницы «Жемчужины». Уже мой второй год он сломался. Какой там граница уже всё было раскрыта. Класс. А ведь, Олег, может быть, не все знают, что Марк, он ведь ещё и поёт. Ой, да ладно. Он выпустил, как это называется, CD, да, или диск. Диск, диск. С каким подбором песен? Как родилась вообще идея? Поют все, мы знаем. Вот именно по принципу поют все. В каком году это было? Да было, но, кстати, надо вам подарить этот диск. Надо будет, конечно. Вы же его не слушали. Я вот книжку принёс подарить. Как родилась идея? Ну, никак не родилась, просто сначала вообще никак. Записал несколько песен. Я к юбилею, мне писали песню. 50, 55 и 60. Три песни написала Рубальская, на музыку Березина, Серёжа, ансамбль «Пламя», я был директором «Ансамбля». То есть специально для Руденштейна это было? Именно, нет, это эксклюзив такой, что по сей день никто его не поёл. Это здорово. Так что я могу сказать, что это эксклюзивный диск. Ну, записали и записали, и к юбилею им каждый раз писалась песня. И потом, видишь, финальная песня, это когда я прощался с кинотавром. Я, кстати, помню, в цирке вы её пели, в микрофон. Нет, но это не в цирке я пел. Нет, в цирке я пел, это тоже можно рассказать. Это удивительная история. Мы сделали 20 лет, Барон Мюнхгаузен, 20 лет спустя. И специально для этого, на слова Горина, Гриши, было написано Рыбниковым песня. Песочные часы называлась. Но Горин запретил мне её петь. Почему? Он, не знаю, я не послушался его. Он запретил мне её спеть, и когда пошли... Ну, не пошли, как же запись цирковой программы была сделана, но показывали её отдельно, то я просто, когда начался финал, и все начали выходить там на манеж, вдруг пошла эта мелодия, и я её спел, эту песню, «Песочные часы». и редактору телевидения, или кому-то так понравилось, что он её оставил. Игорен на меня обиделся. Ну, не так серьёзно обиделся. Он что-то не хотел, чтобы эта песня звучала. А он её только написал, её вроде бы никто не... Ну, опробовал её. Не хотелось, чтобы она звучала в исполнении Руденштейна, всё-таки, а не вообще, чтобы она звучала в исполнении Руденштейна. Нет, я не могу сказать, что Гриша же был такой человек интеллигентный, он не мог мне приказать не петь её. Он меня попросил... Партия советует... Партия советует... Ничего не запрещает. Да, он меня попросил не петь, не знаю почему. Так же, как Таревердиеву, когда он узнавал, что я пою песни Рубальской, он на меня готов был разорвать меня. Он говорит, как ты можешь петь песни на текст Рубальской? А, в этом смысле? Да, как ты можешь эту поэзию переносить? Друзья, наша передача подходит к концу, это замечательная история, которую от Марка Рубинштейна можно слушать бесконечно просто. Вот я всегда смотрю и думаю, как много всё-таки хорошего Одесса отправила к нам в столице. Отдельная страна. Отдельная страна. Я хочу подарить Марку книжку, которую он... Очередную, да, казус Рубинштейна. На самом деле, это книжка Марка, а не моя, потому что здесь собрано его интервью. И про эту книгу Ефим Шифрин с твоим автографом выложил очень хорошо, написал очень хорошие слова. Ефиму Шифрину мы верим. Это казус Рубинштейна или последняя ошибка продюсера. Да, да, к сожалению. Про ошибку мы не поговорили. Ошибка была серьезная. В следующий раз. Ну что ж, в следующий раз. В следующий раз поговорим. А вы пока можете прочитать книжку и подготовить хорошие вопросы, кстати. Вот такое предложение. Эти книжки нигде нет. Я только сейчас узнал, что она где-то завалялась. В Немераке, в Москве, я думаю, что скоро появится. Друзья, мы прощаемся с вами. Это программа «Мимо нот». Олег Дружбинский, Евгений Доделев. Сегодня в гостях у нас был знаменитый продюсер первых рок-фестивалей «Кинотавра» и много чего хорошего. Марк Грудинштейн. Спасибо вам большое. Спасибо.